ПЕСНЯ 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 Первое попадание. Военный позывной медведь. Уже это у меня с 2015 года, с первой ротации. 24 февраля утром я перезвонил в часть, которая была. Два вопроса задал. Оружие брать и куда ехать. Все. Мы начали формировать новый батальон. Проводили контрдиверсионные мероприятия в Киеве. Это март, апрель, май. И в июне выдвинулись на восток Украины. ПЕСНЯ 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 Я поражен ТРО. Это те люди, которые вообще даже не знали, что такое НЛАВ. Либо же не знали, что такое Дживилин. Которые разобрались, как с ним стрелять с помощью интернета. И эффективно поражали танки в той же самой Киевской области, в той же самой Черниевской области. У меня есть очень хороший товарищ, я не буду его называть. Он был на одном из закрытых саммитов НАТО. И там один НАТОвский генерал собрал своих там полковников и просто спросил. Говорит, блин, мы вот даем 100 Дживилинов и почему-то повреждаем там 50-60 танков. Мы даем украинцам 100 Дживилинов и они поражают 100 танков. Почему так? Ну что генералу ответили, говорит, они крэзи. Он говорит, они подходят к танку на расстоянии 50 метров. А у нас в инструкции по применению данного девайса максимум 500 метров. И генеральщик был такой немножко напряженный, говорит, как это на 50 метров подходить. Он говорит, ну вот так вот, они могут. Он говорит, у них стальные яйца. Ну, значит у нас стальные яйца. На Востоке почему-то я себя чувствую вообще в составе таком, знаете, эйфории. Вот. Да, гибнут братья, здесь потери. Но все-таки оно как-то, вот когда ты ебашишь этого гада, который пришел на твою землю, ты все-таки получаешь какое-то удовольствие от этого всего. Я не знаю, нормально это, ненормально. Ну вот, на данный момент вот мне это, почему-то мне это нравится. Это бузовный цунами. Кажут, что довольно шумный и большой. Киев. Поки росіяни были біля Киева, то я больше активно, скажем так, військовом плане працював. А потім повернулся до звичайного волонтерства и езжу и то на передову, то на звільненой території. Что за этот час найважче было для вас? Найважче? Ну, напевно, то, что количество похований увеличилось в разы. Ты готовый до смерти, но когда это раз на месяц, это одно. А когда бывает два-три раза на день, это уже совсем меньше. У нас з театру уже двое загинуло. Как-то так. Что помогает триматься? Напевно, Ира в перемогу. Найпропаде не згоди проклята мара, Під Украины еднаймось прапор. Ну, это красиво. Ну, это красиво. Ми залишилися обороняти Киев, себе, свои домовки. Я учил своих детей зброю, я учил свою дружину зброю, я навчил СЖК свою, як користуватися зброєю. Я сформував группу, вона називалась Євпаторія. І ми з цією группою 10 людей виконували свої бойові завдання тут, в обороні Киева. І ось ці перші 42 доби для мене були найважчі. Я думав, що ми більше не будемо жити, і це було боляче. Але я не зупиняюся. Я допомагаю ветеранам нашим, які хочуть відкрити свої бізнеси. Я допомагаю хлопцям, які повернулися, а їм потрібна адаптація. Я допомагаю ветеранам і воїнам, які втратили все, як я колись, майно. Я допомагаю відновити документи, ставлю їх на облік квартирний, щоб вони могли щось реалізуватися в новому житті. Поки вони на фронті, вони можуть це робити вже віддалено. І я їм цьому допомагаю. Відео. Відео. Жива. Ну, как видиш, нездорова, але жива. этого года просто нет нету нет времени не чисел не дат нет ничего нет как один день ты утром открыл глаза закрыл глаза хорошо если ты их закрыл да на поспать они навсегда а когда мы были в зоне боевых действий то там вообще ничего не было то то время я вообще не помню потому что там нет вообще ничего там есть черное и белое что самое сложное за этот год вернуться домой живым вот это было самое сложное не просто живым вернуться домой а еще и с какими-то мозгами ну чтоб крыша не тронуться вот это самое сложное что я делаю я первая наверно полгода матюкалась честно потому что 6 марта у нас должна была быть выстава и я просто проклинала все на свете за то что ее не было я безумно за этим скучаю потому что это такая своеобразная жизнь и своя душина я скучаю я безумно скучаю я не могу я хочу я хочу на сцену я хочу я хочу чтобы это все закончилось чтобы мы наконец-то победили и и вышли на сцену и с таким уже таким драйвом просто вынесли все что только можно и чтобы вся эта публика просто свистела и кричала и ржала на наши выставе вот этого я хочу я за этим скучаю честно безумно вот просто не иногда даже снится эта красная юбка с черными туфлями да и волосы кстати это уже отросли у меня был такой ежик я постриглась 28 или 29 28 февраля наверное или первых числах марта у меня был такой ежик так я надеюсь что как раз еще полгодика они у меня отрастут и можно на сцену выходить я думаю что как раз где-то на осень можно будет планировать выстав ну театр это одно из моих очередных мечтаний для того чтобы мы собрались понятное дело не тем уже кругом который был до этого вот но собрались приехали его на франковск попили пиво сыграли поржали покричали поругались помирились и провели чудесное время все равно надо развивать такие проекты мне кажется что такие проекты будут самостоятельно развиваться потому что опять же таки мы возвращаемся к теме птс и мы будем предоставлены самим себе а чем больше мы будем развиваться без разницы в каких направления чем больше ты развиваешься тем меньше тебя кроет и никакие там глупые мысли не лезут в твою глупую голову потому что все мы глупые перед Богом дуже хочу продовжить эту историю с нашим ветеранским англомовным театром я дуже хочу чтобы мы уже сегодня продолжили репетиции чтобы мы плановали не замыкалися что все втрачено не ничего не втрачено у нас есть плани стратегии у нас будет новая листава и мы зиграем шекспира я очень хочу продовжение этой истории будем чекать до перемоги после перемоги зиграем на червоной площади все дякую все счастливо дякую вам а Субтитры создавал DimaTorzok